Всем большой-большой привет, ребята! Добро пожаловать ко мне на канал! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Валя, и я очень-очень люблю моду, стиль и все с этим связанное. Как раз сейчас в Киеве проходит Ukrainian Fashion Week, я очень хотела на него попасть, но с сложившимися обстоятельствами это невозможно было. Но я решила не огорчаться и поговорить об этом с вами, о моде. Все знают, что мода начинается с показов, да? Да, кутюрье дизайнеры демонстрируют какие-то новинки, последние коллекции, свои изобретения, свое творчество, вдохновляя народ, массу нас на то, чтобы мы меняли свой гардероб, покупали новые вещички. Но начнем с того, что не все люди сразу перенимают показанное на подиуме. Идет целая цепочка, которая доходит от высшего, да, вот кутюрье, до масс-маркета, до нас, до простых смертных людей. И я хотела отметить, что не всегда стоит заглядываться на модные показы, иногда нужно опуститься и посмотреть вокруг себя. Поэтому сегодня я хочу с вами обсудить стрит-стайл. Не просто уличный, а стрит-стайл модных столиц мира сего. Сегодня я затрону моду четырех городов, уличную моду. Стрит-стайлы Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка. Для меня это такие наиболее самые топовые города, самые трендовые, самые стильные. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, где-то есть еще более стильные люди. Если я ошибаюсь, напишите мне в комментариях, какой город вы считаете модной столицей. Перед тем, как мы будем обсуждать тонкости моды в этих городах, я бы хотела еще отметить пять вещей, которые будут наиболее востребованы в шифонере этой осенью. Да, в принципе, и зимой они тоже будут на пьедестале первенства стильных, да. Вещь номер один, который я рекомендую настоятельно купить, и который я очень и очень себе хочу. Я нахожусь в поиске именно этого пальто в клетку. Просто, ну вот, ребята, кажется, что здесь такого пальто в клетку, в принципе, заезженная тематика. И уже из года в год она перетекает с одного показа на другой, с одних магазинов другие. Но сейчас с популярностью пользуются длинные в пол пальто, чтобы это была такая крупная клетка, а-ля в одеяло для пикника, можно так вот грубо выразиться. Она может быть разной гаммы цветовой, от красного до зеленого. Материал тут тоже никак не варьируется. Это может быть как кашемир, так и акрил, в зависимости уже от того, где вы предпочитаете покупать себе вещи. Чем длиннее, тем круче, и чем оверсайзнее, тем тоже круче. То есть это может быть такая объемно-плечевая какая-то вещь, либо может быть узкого, прямого кроя, но не приталенное. Приталенное пальто сейчас не в моде, именно в клетку. Сейчас я расскажу банальную вещь, даним. Даним очень популярен, и сейчас в моде классический даним, синий. В моде в высокой посадке. Вообще идеально смотрится тотал деним лук. То есть это может быть какая-то деним-блуза, деним-джинсы. Главный момент, если раньше мы носили скини-джинсы, и носили какие-то приталенные рубашки джинсовые, то сейчас оверсайз. И пусть это будут бойфренды, но не классические, как мы привыкли бойфренды, а вот такие вот объемные, больше бойфренды-бананы, мам-джинс, и какая-то блуза. И не обязательно, чтобы блуза была заправлена вовнутренне. Она может быть над всем этим великолепием, над посадкой высокой красоваться. И еще один момент. Сейчас котируется даним разного фасона. Не фасона, а разной варки, разного цвета. Допустим, это может быть вообще как пэтчворк, даним составленная какая-то, куртка, либо жилетка. Либо, если вы не хотите прям так вот кардинально выделяться, вы можете одеть джинсы одного оттенка, блузу другого оттенка, сверху даним, куртку, либо жилетку, либо жакет третьего оттенка. Третий пункт, и он такой вот по-настоящему в сене, это вязаные вещи. Не только свитера, кардиганы, шарфы, шапки, но и юбки, шорты, комбинезоны, брюки. Что угодно, лишь бы это было вязаное. Чем больше вязаных вещей у вас будет в одночасье, надеты на себя, тем более стильными вы будете смотреться. У меня есть вязанный комбинезон. Вы знаете, я не думала никогда, что он так прикипит ко мне, мне в нем очень комфортно. И я не ношу, по крайней мере, в прошлом сезоне, я не носила платье, юбки осенью и зимой. А этот комбинезон отлично вписывался в мой такой модный лук и позволял мне чувствовать себя женственно и в то же время быть в тепле. Пункт номер четыре, это костюмы. Но не спортивные костюмы, хотя спортивные костюмы тоже в тренде популярны, но в данном случае, я хотела бы сказать, костюмы брючные и юбочные. Классика, не бойтесь ее, покупайте себе пиджаки, покупайте себе объемные пиджаки, может быть, даже пиджаки и жакеты не вашего размера. Главное, чтобы они классно сочетались с низом, это брючная, юбочная такая вариация. Но в отличие от привычного нам способа ношения, данную комбинацию советую лично я делать со спортивной обувью. И перетекаем в пункт пять. Простите, я иногда буду подглядывать на мой такой спортблокон, где я пишу все мысли, все делаю заметки. Я подсматриваю. Пункт номер пять, это кроссовки. Массивные, объемные кроссовки, которые сейчас нужно носить не для спортивного какого-то стиля, а именно под вот эти вот классические костюмы, о которых я говорила ранее. Простите, у меня идут лишние звуки, тут ремонтные работы, когда они уже прекратятся, я очень жду классические костюмы и классические платья. Платье комбинации под кроссовки, это смотрится очень улетно, и так вот немножко с налетом винтажа какого-то. Пункт Лондона, это Total Look. Как раньше был Total Black Look, Total Red Look, Total White Look, так и сейчас, только, допустим, эти цвета классически немножко отходят, хотя иногда их тоже можно лицезреть, но большее предпочтение дается горчичным, коричневым, бежевым тонам, и вот такие вот Total Look. Конечно же, Total Denim Look приветствуется, и часто здесь можно его посмотреть. В перемешку с такими Total одинаковыми базовыми цветами, Total Look в базовых цветах, часто встречаются красочные оттенки, такие просто вырви глаз, и именно здесь позиционируется неонная мода, которая еще не всегда, которая не вся наша публика в наших странах готова, но, тем не менее, в Лондоне уже она массово внедряется в народные шествия по улице. Стрит-стайл Милана претерпел громаднейшие изменения. Испокойно веков ввелось, что в данной столице моды люди предпочитают элегантность, изысканность и пикантность, то сейчас нынешнее поколение отдают предпочтение простоте и лаконичности. Куда-то вдаль ушли корсеты и такие вот все необычные проявления женственности. Здесь больше люди теперь предпочитают удобство. На улицах Милана очень часто можно встретить анималистичный принт. То есть, если Лондон у нас будет ассоциироваться с клеткой, то в Милан, наоборот, тут будут всякие зебры, леопарды и прочие животные. Но в то же время тут часто мелькают строгие костюмы, которые, опять-таки, носятся не только с спортивной обувью, как почти во всех городах мира. Здесь по-прежнему еще приветствуется классическая обувь лодочки на такой невысоком каблучке, слегка остронос. Такой пункт, как оверсайз, Милане встретились с простертыми объятиями. Часто очень можно встретить людей в объемной одежде, но в то же время она не смотрится как-то мешковато. Здесь ее умеют преподнести правильно и красиво подчеркнуть. Конечно же, именно на улицах Милана яркий спортшик показан в совершенно невообразимом ракурсе. Очень красиво. И вот с них, я думаю, стоит многим взять пример. Чем отличается стрит-стайл Нью-Йорка? В первую очередь тем, что здесь представлены комбинезоны и ромперы в невообразимом количестве. Просто вот и такие необыкновенные модели, необычные модели, чему я не могу быть, чему я не могу нарадоваться, потому что я очень люблю ромперы, комбинезоны. Это просто вот моя дедаль одежды. Точно так же, как и в Милане, в Нью-Йорке, яркие цвета, костюмы, брючные костюмы в ярких цветах принялись просто вот на ура. Народ доволен, народ носит, народ показывает, как следует носить. Тренчи. Здесь их можно встретить в разнообразнейшем качестве, пошиве, разнообразном дизайне и также совершенно неповторимых оттенках. Если сейчас мы больше открыты к бежевым тренчам, то здесь они встречаются в множестве, в море тональностей и классно очень подчеркивают полный лук. Именно с Нью-Йорка пошла мода носить пальто, длинные тренчи или пальто вместе с ботфортами. или высокими сапогами. Если раньше считалось неправильное позиционирование, да, так вещей, но такая носка вещей, то именно в Нью-Йорке показали, что вот они будут носить это так, и весь мир теперь плавно перенимают их традиции к себе. Ну и, конечно же, нью-йоркцы не пропустили такой тренд, как клетка. У них она тоже представлена в разнообразном количестве, качестве и фактуре. Ни для кого не будет секретом, что Париж все-таки по праву считается модной столицей мира всего, потому что все-все-все модные показы и дизайнеры берут начало именно с этого города. Поэтому давайте послушаем, что же нам диктует парижская мода. Конечно же, французы тоже обратили внимание на клетку, только здесь они ее советуют носить, не только советуют, но и носят, согласно доказательствам с фотографией стрит-стайлов, вместе с экстравагантной ноткой. То есть не просто клетка, а клетка в сочетании с чем-то неугомонным. Жители Парижа советуют сочетать классический деним, цвет классический, и фактуру, и самоварку вместе с кожей. Вот такое вот сочетание двух культовых тканей, двух культовых материалов здесь пока что занимает одно из первых мест. Лимонный цвет был встречен с французами с невероятным энтузиазмом, поэтому здесь его много, здесь он красивый, здесь он качественно обыгранный, и здесь он просто вот не режет глаз, а заставляет умиляться. Конечно, здесь на улице очень часто встречается такое сочетание, как оверсайзеры кроссовки, и опять-таки можно у них поучиться, как это можно интересно приносить, как это можно делать не только удобным луком, но и мега крутым, мега стильным. В Париже также часто можно встретить прозрачные юбки, которые носятся не просто вот так вот на голое тело, на брюки, на платье поверх, поверх футболки, которые просто вот накидываются, да, и создают такую вот точку, восхитительный знак в этом образе, украшают обладателя такой юбки, украшают образ, и просто вот заставляют почувствовать себя женственной. Разумеется, что французы не забыли о деталях, они очень прорабатывают каждый акцент, будь то часы, либо какой-то браслет на запястье, и заканчивая кепи, либо сумками. Обратите при покупке модного гардероба на модные детали, обязательно у вас должны быть необычные очки, необычная сумка, а-ля таблетка, либо какая-то поясная сумка, треуголка, бананка, также стоит не забывать про шарфы и шляпки. Обязательно купите хотя бы одну шляпу в этом сезоне, не забывайте про кепи, и вообще сейчас плавно перетекаю в мой must-have, да, то, что я буду обязательно искать себе на осень, это сапоги-казаки белого цвета, это кепка белого цвета, это сумка-треугольник вот такая, вот, конечно же, я хочу болинтиагу, но не знаю, тратить ту сумму, которая стоит в магазине, я, наверное, пока не готова, я буду искать себе либо ретро-похожую на болинтиагу ремень, купите себе качественный пояс кожаный, хотя, знаете, я вот говорю кожаный, и в то же время понимаю то, что в последнее время для себя принадлежение отходить от вот этого всего кожаного натурального меха, переходить больше на эко, потому что я вступаю в такую волну вегетарианства, и вместе с тем мне не хочется убивать животных, даже там знаю, что какая-то у них была специальная цель, когда их рожали, да, для того, чтобы потом украшать этот мех, использовать их кожу, я их не хочу такое к себе применять, поэтому, когда я говорю по привычке, купите себе хороший кожаный ремень, воспринимайте, наверное, это как, купите себе хороший кожзам ремень, ну, какого-то, допустим, там, бренда. Вот такой вот был модный экскурс в столице мира, стрит-стайл, такая позиция, надеюсь, оно вам понравилось, если видео было вам интересно, напишите в комментариях, что бы вы хотели иметь себе из перечисленного, а что бы вы никогда в жизни не надеялись. Спасибо, что посмотрели до конца, не забывайте подписываться ко мне на канал, подписывайтесь ко мне в инстаграм, там вас ждет много всего интересного, я каждый день публикую посты, мы много-много общаемся в комментариях. Еще раз целую, люблю вас, спасибо, что досмотрели, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok